Итак, друзья, наконец-то мы сейчас попали с вами на казахскую или казахстанскую свадьбу. Посмотрите, как это красиво выглядит. Летает дрон, они снимают при помощи квадрокоптера и машут ручками. Как это мило, боже мой, как трогательно. Я уже больше двух месяцев в Казахстане, и я ни разу не был еще на свадьбе местной. А, где там? Вот она. Ой, сколько счастья, сколько радости. Еще свадьба не началась, еще все трезвые, но уже все радостные и счастливые. Маленький дождик накрапывает, маленький ребенок на руках, и все машут ручками. Какое счастье. Мы находимся с вами на фоне паркового первого президента Казахстана. Он практически бессменный по ряду причин. Но это не важно, место очень красивое, на заднем плане вообще горы. Сейчас я вам все покажу, как это выглядит. Так, как же, о, вот так. Посмотрите, какая красота у нас. То есть начинается Тяньшанский хребет, и выглядит вот так вот все великолепно. То есть амбиции у человека очень такие, не детские, я бы сказал. Опять у нас идет хорошее настроение, позитив и счастье. Где-то летает там дрон. Сейчас пойду покажу поближе. Где он там летает? А, он улетел далеко. Расходится свадьба. Вот невесту понесли на руках. На фоне фонтанов и красивейшего парка. Да. Вот так вот выходят замуж девочки в Казахстане. Друзья мои, пишите комментарии. Да, кстати, для тех, кто не знает, я вещаю не только для казахстанцев. И казахстанцев. Вот он прилетел. Вот он летит где-то там. Так вот, для тех, кто не знает, казахи берут кредиты, влазят в долги, но делают свадьбу максимально роскошной и шикарно. Так что вот такие вот дела. Исправьте меня, если я ошибаюсь. Мне это безумно интересно, потому что я занимался свадьбами где-то лет 15, не меньше. Вот так выглядят местные горы. У нас сегодня маленький дождик. Начало учебного. Здравствуйте. Сейчас я вам детей покажу. Подожди. Салам алейкум. Салам алейкум. Подожди секунду, у меня руки заняты. Давай, 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 поздороваемся. Как дела твои? Нормально. Вот у меня поклонники. А твои как дела? Нормально? Да. Да? Пока, пока. Пока, пока. Машинку гоняет ребенок. Да, вот такие вот дети. Очень дружелюбные, видите? Местные жители. Даже дети оказались очень дружелюбными и приветливыми. Добро пожаловать в Казахстан. Впереди много интересного. Не забудьте подписаться, нажать на колокольчик. Поделиться этим роликом с друзьями. Отлайкать. И какие-нибудь хорошие комментарии, пожалуйста, под роликом. Я нахожусь в городе Алматы. Это крупнейший город Казахстана, бывшая столица. И ранее он назывался Алма-Ата. Ну и здесь такое место, что, как говорится, грех не сфоткаться. Вот одни фоткаются парни. Вот девочку фоткает ее парень. Вот здесь есть такая красивая цветочная клумба с такой замечательной флористикой оригинальной. Причем мы находимся на перекрестке улиц, названных в честь великих ученых и писателей. Вот так вот наконец-то интересно расположилась, раскинулась архитектура у подножия Тельшанских гор. Видите, я люблю и умею красиво говорить. Еще здесь очень много дорогих автомобилей. Вот сейчас вот проезжает Гелендваген черного цвета. Это вот, к слову, о казахских понтах. Видите, тут таких машин можно увидеть довольно много. И этот город весь стоит и держится на понтах. Если бы не они, то просто ветер с гор бы просто смыл или сдул бы куда-нибудь пониже и в другую степь всю эту архитектуру. А, даже здесь есть казахфильм. Я там уже был. Друзья мои, если вы были в этом месте, пожалуйста, напишите в комментарии. Если вам нравится это, тоже напишите в комментарии. Вот наверху у нас виден голубой флаг Республики Казахстан. Если я не ошибаюсь, паспорта граждан этой республики тоже носят голубой цвет. Впереди много интересного, как я и обещал. Меня зовут Олег, я странствую вокруг света уже пятый год. И был уже в 50 странах. А впереди еще больше. Так что оставайтесь на связи, увидимся на краю света.